МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите праздничный выпуск службы новостей город в студии Екатерина Гребшинская. И сегодня мы расскажем вам о самых крупных фестивалях прошедшего года. Погрузиться в настоящий спортивный праздник в июле горожане могли, не выезжая в Рио-де-Жанейро, а всего лишь посетив стадион Балтика. А через месяц в Балтийске устроили грандиозный фестиваль красок. Эти и другие не менее интересные музыкальные, спортивные и даже гастрономические события смотрите в нашем праздничном выпуске. Еще за час до открытия у стадиона Балтика не протолкнуться, ведь именно здесь, в специально подготовленной фэн-зоне, можно с легкостью погрузиться в атмосферу футбольного праздника и бразильского колорита. Настроиться на матч открытия Хорватия-Бразилия болельщикам помогали спортивные конкурсы и викторины, а также тематические выступления творческих коллективов Калининграда. Кстати, весело провести время до начала спортивных трансляций. Здесь можно всем. Зоны досуга для детей с играми и автоматами работают абсолютно бесплатно. А вот взрослую публику на протяжении всего чемпионата будут развлекать звезды отечественного шоу-бизнеса. Первым для калининградцев выступил диджей Смэш. Пришедшие в этот день калининградцы высоко оценили организацию фэн-зоны. Замечательно. Ходить сюда и ходить только. То, как здесь сделали, все продумали. Молодцы. Вообще прекрасно. Мне все нравится. Я только приехал. Россия чемпион. Мы всех не выиграем, я знаю. А так все прекрасно. Супер вообще. Я в восторге. Это самый, наверное, из моих лучших праздников, которых я... Причем я очень люблю футбол, поэтому я в восторге. Правда. В восторге от мероприятия был и специальный гость дня открытия футбольный фристайлер Андрей Воронов. Он уверен, такие спортивные праздники просто необходимы. Почаще бы вот такие вот мероприятия проводилось бы. Вот. На самом деле, чемпионат мира развалит раз в четыре года. И вот это вот для людей, вот такое мероприятие, это очень здорово просто. Я думаю, та же самая любовь к футболу, любовь к общественности, я думаю, это необходимо просто. Мне кажется, народ немножко заелся, да. А больше вот такие вот футбольные массы мероприятия будет очень здорово. Это финальный забег. И репатия произошла в осторожность. Это финальный забег, объявляет рупор ведущей соревнований. Участники передают эстафету и по озеру на надувных матрасах янтарные камни плывут в заветной горе, где команду уже ждет строгий судья. Надо выловить, очистить от тины, промыть, вернее, потом доставить. Ко мне, получается, я бегу до лодки. На лодке я проплываю по озеру, отдаю человеку, который у меня принимает этот янтарь, и он бежит эстафету до подъема в гору. Там у него принимает эстафета еще один человек, и он уже бежит до пункта взвешивания. Дмитрий Хвисюк участвует в подобном фестивале уже во второй раз, но это его первое соревнование вместе с казаками. И если для остальных участников дополнительной сложностью был забег в ластах, то казакам было вдвойне сложнее. Они не расстались со своими папахами даже на время фестиваля. Помимо казаков на соревновании были и гости из Калифорнии. Победу одержать им не удалось, но зато от винтарного края они остались в восторге. И вот все строятся. Третье место, второе и первое. Все получают денежное вознаграждение. Кто-то больше, кто-то меньше. В 30-е годы тогда еще в Пальмникине, когда впервые прошел этот фестиваль, участники о таких призах и мечтать не могли. Рынок янтаря рухнул, и правительство решило воодушевить жителей города и провести фестиваль по ловле солнечного камня. Потом обычай проводить такие конкурсы переняли поляки. А к 2009 году Пальмникин, ныне поселок Янтарный, вернул фестиваль на свою историческую родину. Но не только возродил, но и придумал новые и более сложные препятствия для конкурсантов. Я понял, что, может быть, нашему российскому и советскому духу больше коллективный дух близок к нашему сердцу. И поэтому мы решили придумать такую эстафету командного соревнования, где уступают пять человек, где найти Янтарь только первый элемент, а нужно его еще довезти, доплыть, добежать с ним. И получился вот такой тимбилдинг. На этом организаторы не останавливаются. На будущий год бассейны будут уже не такими маленькими. Вместо тины участникам придется доставать Янтарь из воды с голубой глиной. А Янтаря уже будет не 120 граммов, как в этот раз, а по килограмму, а то и больше. Лилит Мадун, Станислав Куркин, служба новостей, город. На побережье Балтийского моря в скором времени состоится настоящий звездопад. С фестиваля «Новая волна» могут перенести в нашу область. Какие еще интересные мероприятия поражали горожан в прошлом году, напомним прямо сейчас. Партнер рубрики короткой строкой – компания «Ваш Ломбард». Внимание, инвесторы! Инвестиции с высоким стабильным доходом. «Ваш Ломбард» в Калининграде. Звоним 525 929. Мамы всех национальностей отпраздновали свой день. Праздник состоялся 24 ноября в ДКЖ. На сцене по такому случаю для всех родителей выступили дети с творческими номерами. А финальной нотой праздника была песня «Пусть всегда будет солнце», которую хором пел весь зал. Новую волну могут перенести. В числе претендентов рассматривается Калининград, Крым, Сочи, Баку и Казань. Город, в котором будут принимать артистов и музыкантов, станет известен в начале 2015 года. 1 октября, в День пожилого человека, каждый пенсионер смог пройти в зоопарк абсолютно бесплатно. Для этого нужно было предъявить пенсионное удостоверение, а в час дня для всех гостей провели бесплатную экскурсию. В Калининграде завершился международный фестиваль «Кино в десятку». Принять участие смог любой владелец кинокамеров. А самые талантливые отправились в город Наукоград, пущено в Московской области, где и определился победителем. Открыть первый день фестиваля посчастливилось группе «Кранзерс» из нашего города. Как говорят сами музыканты, чтобы впустить тепло и солнце в сердца калининградцев, не нужно даже слов. Их стиль серф-рок, самая летняя из музыкальных направлений – это легкие мелодии с берегов Америки 60-х. Потому что лето, потому что первые дни, потому что солнце, потому что прекрасная, позитивная музыка, потому что серф, потому что рокобили, потому что ска, регги и поп-анк. Поэтому такая честь открывать фестиваль. Что-то сказать людям, нужно как-то представиться, объяснить что-то. Конечно, волнение было, даже все еще трясет немножечко. Гости из Киева удивили посетителей фестиваля виртуозной игрой на контрабасе и украинской мовой. Несмотря на то, что, по мнению музыкантов группы «Аутерспейс», главное в выступлении не шоу, а музыка, все же некоторые секреты у них в запасе есть. И все это, чтобы люди улыбались. На территории первого фестиваля позитивной музыки есть чем заняться любому. Кто хочет танцевать, может попрыгать у сцены. А сторонники же спокойного отдыха смогли насладиться шашлыком и напитками за столиками кафе. Но организаторы подчеркивают, что основная идея концерта – это уникальный подбор исполнителей. Сегодня здесь, они известны через год или два, кто выступают такие люди, которые, а, не были у нас в Калининграде никогда, б, очень многие люди хотели бы, чтобы они приехали очень долгие годы. И вот сегодня ряд артистов, буквально групп 6-7, я думаю, это очень долгожданные ожидания очень большого количества людей. И это только первый день. Впереди еще три вечера позитивных эмоций, выступления таких легендарных групп, как «Смерх», «Порф-812» и хорошо знакомый всем калининградцам группы «Паровоз». Фестиваль позитивной музыки проходит в Калининграде впервые. Окунуться в атмосферу позитивных вибраций любой горожанин сможет прямо здесь, в астрономическом бастионе. А для тех, кто не успел на вечеринку на основной сцене, существует автопати. Правда, уже за отдельную цену. Екатерина Степанова, Юрий Жуков, Служба новостей город. Вы смотрите праздничный выпуск Службы новостей город, и сегодня мы рассказываем вам о самых интересных фестивалях прошедшего года. С самого утра в одном из кафе-парка «Юность» не протолкнуться. Неравнодушные калининградцы спешат поделиться своими кулинарными изделиями. Среди них Ия Яшина. Ее цель, как и других, помочь госпитализированным детям, оставшимся без внимания родителей. Я сегодня вынесла шоколадными кексами. Мы их пекли сами. Рецепт, в принципе, он обычный, ничего такого особенного. Сверху мы их посыпали сахарной пудрой, смазали чуть-чуть маслом, чтобы они не были жесткими, корочка. И для торта стружка специальная. Все принесенные кексы, а их оказалось около 500, калининградцы могли купить максимум за 500 рублей. Деньги прямиком отправлялись в специальные благотворительные банки. Задача нашего благотворительного центра создать такие условия, чтобы ребенок при нахождении, при госпитализации в детском медицинском учреждении чувствовал себя абсолютно нормальным ребенком. Для этого прикладывается максимум усилий со стороны и волонтеров, и благотворителей, тех людей, которые приносят санитарные и гигиенические средства, одежду, продукты. Итогом второго кекс-фестиваля стала сумма 40 тысяч рублей. Эти деньги уже в конце дня передали в тригородские больницы для сирот. Следующая благотворительная акция пройдет летом. Это танцевальный флешмоб специально к фестивалю подготовили сотрудники Первого городского канала. Вместе с ведущими и журналистами в этот день его исполнили сотни жителей и гостей Балтийска. Под гимн канала в толпу зрителей прилетело настоящее воздушное красочное облако. Эта идея организаторам праздника пришла из далекой Индии. Традиционно праздник Холли отмечают там в начале марта. Длится он не приставая несколько дней. Добрая индийская традиция приглянулась и жителям нашего города. Кстати, для флешмоба в Индии используют порошок на основе лечебных трав. Восточные врачи рекомендуют посещать такие праздники. Так как считают, что осыпание таким порошком поможет избежать простудных заболеваний. Наши же краски не имеют лечебного свойства. Но так же, как и индийские, натуральные и не оставляют следов на одежде. Мы не придумали, мы подсмотрели, но нам очень понравилось. Реально такой позитивный праздник жизни, где люди не пьют там крепкие алкогольные напитки, не употребляют наркотики, а радуются тому, что раскрашивают свою жизнь. Это очень круто. То, что такими красками можно раскрасить жизнь, считают и участники флешмоба. Ведь даже дождь не смог заставить пришедших покинуть пляж. Классно! Нам понравилось! Нам понравилось! Это впервые в нашей Калининградской области. Это реально очень круто! Да, все круто! Всем спасибо! Организация! Просто куча эмоций! Это отлично! Отличное просто! Почаще бы таких мероприятий в Балтийской на самом деле. Весело, замечательно! Правда, погода немножко подкачала. Все те, кто участвовал в этом красочном мероприятии, смогут увидеть себя в первом городском клипе. Его премьера состоится уже 1 сентября на Первом городском канале. «Яркий, свежий твой! Новый и живой! Первый городской!» Кристиана Булыцына, Лейт Мадун, Станислав Куркин и Михаил Эльбаум. Служба новостей город. А теперь пришло время и вам поделиться своими историями. Наш эфир продолжит хорошие новости. Существо и европейская эстетика. Приходи! Нарвская 8А! Замечательно, красиво. Солнышко, снег немного. Хотелось бы побольше, а так все великолепно. Мы вас поздравляем с тем, что в Калининграде зима. Наконец-то мороз, снег, очень хорошее настроение. Во-первых, первый снег, прекрасное весеннее солнце. Новый год, счастье, здоровье всем. Новый год, поезжаю путешествовать. Так все хорошо. Прекрасно, подруга приехала на Новый год ко мне. Вот на игрушки купили. Будем сами сшить своими руками игрушки. Вот это радует. Все хорошо. Все-таки мы, как говорится, живем. Слава Богу, здоровья, чтобы у всех было в Новом году. Всех поздравляем. Желаем всего-всего-всего. Всем хорошего. И в конце выпуска новости от наших партнеров. Это были все истории прошлого года на сегодня. Мы надеемся, что год грядущий принесет в нашу область не меньше интересных событий. Что в Светлогорске достроится театр эстрады и гласящий Кивин вместе с новой волной переедут к нам. Я напоминаю, вы смотрели праздничный выпуск службы новостей город. В студии для вас работала Катерина Грившинская. Всего вам доброго. С Новым годом и Рождеством.